Если говорить о таком расово-антропологическом детерминизме, как чисто психологическом явлении, то то, что принято называть расизмом в таком психологическом смысле, то он существует с незапамятных времен и уходит своими корнями в поведение животных. Известен феномен белой вороны, феномен чужака. Известно, что животные, когда они видят, сталкиваются с неким, с особью, которое представляет другой вид, не свой. У них в этот момент мобилизуются всякого рода поведенческие механизмы и усиливается настороженность и так далее. И это все исследовано этологами. Ну и с древности люди, которые внешне чем-то отличаются, они вызывали всякого рода отношения такое настороженное. Но постепенно, то есть довольно давно, такого рода психологическая отчужденность, настороженность стала находить идеологические всякого рода обоснования, рационализации, выражаясь психоаналитическим языком. И вот, условно говоря, первым расистом можно считать древнегреческого поэта Феогнида из Мегары, который живет в шестом веке до новой эры и который уподоблял людей животным и различал их как породам. У Аристотеля тоже можно встретить представление о том, что люди по природе своей делятся на различные такие вечные категории, которые заведомо предназначены для чего-то. Вот он писал, например, что свободны, а они от природы свободны, а рабы, они по природе рабы, и им быть рабами хорошо и полезно, и, так сказать, на роду написано. В средние века в Европе сословия рассматривались как своего рода различные антропологические группы и расы. Нам сейчас трудно это себе представить, потому что мы выросли уже в эпоху, когда идея равенства, в общем, господствует. Но, например, в средневековой Франции сказать человеку низшего сословия, что он равен человеку высшего сословия, было кощунственно и для того, и для другого. И представители разных сословий рассматривались как представители разных антропологических групп. Они считались, не считались представителями одного рода. Ну и здесь, в целом, можно сказать, что идеологические функции такого рода, идей, доктрин, они, в общем, достаточно очевидны, а обычно уже в эпоху равенства. Кстати, надо сказать, что и идеологи равенства даже, идеологи французской революции, например, исходили из того, что разные расы, они не равноценны. И они настолько, хотя они были сторонниками идеи равенства, но им настолько казалось это очевидным, что разные расы неравноценны в отношении интеллектуальным и прочим, что они даже не считали это нужным как-то специально доказывать. Это само собой разумеется. Считалось, что это своего рода дети, которые там полуживотные, ну, со временем они там дорастут, может быть, до высших достижений цивилизации, а может быть и нет, но надо постараться, там, если гуманные люди, чтобы как-то приобщить, подобно тому, как собачек дрессируют, там, они достигают каких-то успехов. Ну, если правильно дрессировать, так и эти люди могут достичь каких-то высот цивилизаций. Идеологические функции такого рода доктрин всегда были достаточно очевидны. Это обоснование привилегий господствующих слоев и классов или обоснование привилегий не господствующих классов, но которые хотят стать господствующими, потому что, говорю, вот нет у нас, а должны быть. То есть, тех привилегий, которых нет, но к которым стремятся. Ну, и у нас сегодня много таких доктрин, ну, не доктрин, но теорий, что вот надо бы, чтобы вот на расово-антропологическом признаке выстроить иерархию, чтобы были привилегии. Явно или не явно, смысл такого рода теории состоит в том, чтобы обосновать привилегии, либо которые уже есть, либо те, к которым только еще стремятся. Часто функция этого состояла в переключении социальных коллизий, напряжений, со всякого рода социально-групповых, классовых проблем на расовые и этнические проблемы. Часто это служило обоснованием экспансии во внешней политике и так далее. Но вот надо сказать, что такого рода теории, они всегда существовали, но вот где-то с середины 19 века эти старые теории стали апеллировать к новому авторитету, а именно авторитету науки. Наука эта, физическая антропология, находилась еще в зачаточном состоянии, и это давало простор для всякого рода мифов, когда незрелое научное знание выступает как псевдонаучное или антинаучное. Плюс это сочеталось со всякого рода другими мифами, мифами об арийцах, тевтонцах, все это возревало в 19 веке. Иногда наслаивалось на всякого рода национальные мифы, вроде пангерманизма, Германия, здесь я еще скажу об этом, может быть, в конце. Обычно, когда говорят о теории ролей в социологии, то цитируют известные слова из шекспировской пьесы «Как вам это понравится?» Весь мир театр, и люди в нем актеры, и каждый не одну играет роль. Ну и вообще Шекспира часто цитируют в социологии по разным поводам. И я решил тоже, чтобы иллюстрировать основную мысль, основной тезис этой школы, подыскать какую-нибудь цитату из Шекспира, и мне удалось это сделать из Магбета. Магбет говорит, обращаясь к убийцам, «О да, людьми вас числят в общем списке как гончих, мопсов, пуделей, овчарок, борзых и шавок, всех равно зовут собаками. Хотя цена различно расписана ленивым и проворным, дворовым и охотничьим, смотря по свойствам их, дарам природы щедрой. Поэтому название породы к их родовому имени собака мы прибавляем тоже и с людьми». То есть вот это деление на породы это некий универсальный такой, что ли, мотив, или лейт-мотив вот такого рода теории. Теперь я должен сказать, что понимается под расами вообще. Обычно под расами, я цитирую, понимают исторически сложившиеся группы людей, которые связаны единством происхождения, которое выражается в общих наследственных, морфологических и физиологических признаках, варьирующих в определенных пределах. Наряду с понятием расы существует понятие антропологическая группа или антропологический тип. Или это единицы антропологические более мелкого, что ли, масштаба. Внутри трех больших так называемых рас европеоидной, некроидной и монголоидной. Теперь я назову пять основных постулатов, которые отличают это направление расово-антропологическое. Первый постулат. Различные общества, социальные группы, это в основе своей расово-антропологические образования. То есть, иначе говоря, эти группы носят характер рас. То есть, они не зависят от того, каковы устремления этих групп индивидов, их образующих, их взгляды и так далее. Это некая данность, из которой они не могут выпрыгнуть, так сказать. Поэтому, любая группа может рассматриваться как расовая. Например, касты, но они так сложились, что там действительно антропологические, поскольку вследствие кастового режима воспроизводились определенные антропологические типы. Здесь уже сам режим определил это. Можно, например, и профессиональные группы тоже трактовать как расовые. этнические группы тоже иногда трактуются как расовые и так далее. Поэтому существуют отсюда различные варианты расизма, как политической психологии и идеологии. Поэтому можно различать классовый расизм, этнический расизм и даже профессиональный расизм и так далее. В принципе. Не все мои коллеги это понимают, даже квалифицированные. и мне приходилось обсуждать эту тему со знакомыми историками. Они считают, что расово-антропологическая школа обязательно связана с, собственно, физико-антропологическими расами. Вот в СССР в 20-е годы существовал классовый расизм. В чем он состоял? В том, что людей, я упоминал это в другой связи, по-моему, только потому, что они происходили из так называемых эксплуататорских классов, они лишались прав. Дети дворян, представители буржуазного класса, независимо от того, как они там относились к буржуазии буржуазии или к дворянству, они лишались прав. И либо ограничивались в правах, либо лишались, и было понятие лишенец. Когда человек молодой, даже, который вообще еще не мог, даже как буржуй или как дворянин, так сказать, совершить какие-то грехи классовые, он уже заведомо должен был быть лишен некоторых своих прав, и должен был от этого, если ему давали возможность исправиться, то есть пойти на производство и смыть позорное пятно своего происхождения, графского или дворянского, или буржуазного. Сегодня положение другое, многие, наоборот, козыряют своим графским происхождением, как раз иногда те, если они еще живы, которые в свое время очень боялись упоминания о своем дворянском происхождении, как это часто бывает, в зависимости от обстоятельств люди, иногда правируют, иногда наоборот, человек существо приспосабливающийся. Вы хотели что-то сказать? Да, я хотела спросить, а можно пересчитать дискриминацию по головному признаку тоже? Безусловно, безусловно. Иначе говоря, любые группы можно трактовать как расовые, если те признаки, если им приписываются определенные признаки, считающиеся вечными, неуничтожимыми, или неуничтожимыми, и зафиксированными аскриптивным, так сказать, образом, предписанным, унаследованным биологически. женщины, может быть, и дети тоже могут трактоваться как особая такая категория, когда возрастную фазу жизненного цикла, ну, здесь, конечно, трактовать с таких своего рода позиции детского аппартеида, когда детей изолируют в особых детках таких, чтобы они там развивались и не мешали взрослым спокойно жить. Впоследствии в СССР этот классовый расизм сменился этническим расизмом, когда уже этнические группы стали рассматриваться как расы. И тогда где-то в 30-е годы классовый этот расизм уже ушел на второй план в 40-е уже тем более. Но на первый план зато вышло этническое происхождение человека и партия и правительство наши мудрые эти люди должны были знали, как надо ранжировать, чтобы люди определенных этнических групп они выстраивались, надо было регулировать процессы происходящие с этими этническими группами. Одни считались ущербными и опасными, другие наоборот высшие этнические группы в расовом смысле. Аранжировались посты определенным образом. традиция была, что в республиках этих так называемых национальных первый секретарь ЦК должен был быть представитель коренной национальности, а вот второй обязательно должен был быть русский или украинец. Были некие стандарты, которые говорили о своего рода менталитете, как теперь говорят этих вот селекционеров, наших мудрецов, которые считали, что они знают, как надо, сколько должно быть людей, в какой сфере, где надо ограничивать, где. Иначе говоря, естественные процессы, отсутствие естественных процессов, от чего мы страдаем, на мой взгляд. И наоборот, существование противоестественного отбора в нашем обществе. Этот наш бич, он в советское время был очень усилен и противоестественный отбор продолжался. И даже умные люди должны были играть роль дураков, если они хотели только выжить, так сказать, и занимать то положение, которое они иногда занимали. Потому что если человек много об себе понимал и бравировал свои образованности или умом, он очень быстро вылетал из этой структуры, потому что надо было играть, повторяю, роль дурака, даже если он на самом деле не был таким дураком. Но это в скобках. Вот это важно иметь в виду, что любая группа может трактоваться как расовая. В принципе. В принципе. Это не значит, что так всегда было, но в принципе такое бывало и может быть. Второй признак, второй постулат расово-антропологической школы состоит в следующем. Эволюция общества и культуры это результат различия и взаимодействия между расово-антропологическими группами и признаками. эволюция общества и культуры это результат различий и взаимодействия между расово-антропологическими группами и признаками. Третий постулат. Расовые и антропологические группы неравноценны в том или ином отношении и отсюда неравноценность или опасность или ущербность их того, что они делают, тех культурных творений, которые они порождают. Четвертый постулат. Третий расовые и антропологические группы неравноценны в каком-либо отношении. А эта неравноценность порождает неравноценность и соответствующих культурных творений, то есть того, что они создают. Или же расовые антропологические группы они неравноценны и потому они одновременно опасны, ущербны или наоборот превосходят другие и так далее. Четвертый постулат. Социальное поведение людей и культура определяется целиком или главным образом биологической наследственностью. социальное поведение людей и культура определяется целиком или главным образом биологической наследственностью. Ну и пятый постулат расовое смешение вредны в каком-либо отношении в физическом, в культурном, в социальном, в каком-то, каком хотите. И вот все эти постулаты мы уже находим в работах человека, которого называют отцом российской идеологии в работах французского философа, писателя и дипломата Жозефа Артюра де Губино. 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 Годы его жизни 1816-882. В 1977 году я опубликовал статью о Губино и могу отослать всех желающих к этой статье. С тех пор, кстати, так ничего и не появилось по-моему и до того практически ничего не было. Ежегодники расы и народы. Она называлась, я принес, когда ее для опубликования, она называлась элитизм и расизм философско-исторические воззрения Губино. Но, когда я пришел читать верстку, я увидел, что там написано элитизм и расизм двоеточие критика философско-исторических воззрений Губино. Когда я сказал, что я же не писал тут критика, кто это вставил, это вставил сам. Известный Иосиф Рамуальдович Григулевич, легендарная личность, резидент нашей разведки в латиноамериканских странах и папский посол в Коста-Рике, которому в свое время отдавались ответственные поручения, в том числе убить Иосифа Бростита и покушение на Троцкого. Он тоже участвовал. Ну а в последние годы жизни он в институте этнографии руководил сектором и он был главным редактором этого ежегодника раз и народ. Ну и я сказал, меня призвали к нему и сказали, вот это вот он написал эту статью, он очень важно так посмотрел на меня и сказал, ну его давно уже нет живых, лет десять на это, и сказал, да, что-то он сказал, примо, это значит будет читаться секунда, там что-то, пусть там учтет, что-то такое, а там были еще при нем какие-то люди. Да, так вот, поскольку это он внес это добавление, то уже влиять на это никак было нельзя, так она и вышла с таким названием. Ну я единственное, что я сказал, что мне Габинова не так уж и симпатичен, но критиковать его сегодня, это все равно, как я себе написал, критика взглядов феогнида на расы, в котором же в шестом веке до новой эры, критиковать его бессмысленно, с точки зрения антропологии, это какой-то позавтрашний день, и это может служить только объектом анализа, но никак не критики, поскольку это не так же актуально, как и критика взглядов феогнида на расы. Но это никак не повлияло. Единственное, что до того появилась была небольшая заметка нашего историка Даллина, Маркса Габино. Даллин взял хранящийся в институте марксизма экземпляр книги Габино с пометками Маркса, который ее читал, и на основании этих пометок он написал, что Маркс думал о Габино. Довольно глубокие и точные замечания. Но так, повторяю, не до того, не после, так и не было никаких работ Габино. Хотя это, на мой взгляд, благодатнейший предмет исследования. Если когда-нибудь у меня руки дойдут, я еще, может, займусь этим. Тем более, интересно, опубликованная переписка его из Токвилем, который был его начальником одно время. Токвиль был министром иностранных дел в Франции, а Габино был у него начальником канцелярии. Сохранилась его переписка с сестрой монахиней. Сохранилась его переписка с бароном Проки Шостеном и так далее. И хотя они хорошо читают чужие письма, но поскольку они опубликованы, я кое-что читал, признаюсь. И портрет, который очень нарисовывается из этих писем, не такой уж симпатичный, признаюсь, как пишут исследователи. главные сочинения, собственно, Габино был довольно хорошим стилистом. И писал рассказы, исторические сцены, пьесы. И его некоторые даже сравнивали со Стендалем. Хотя скучноватый был немножко занудный такой писатель, но тем не менее стилист, наверное, действительно был неплохой. У меня есть дома сборник азиатских новелл Габино. И исторические сцены его были переведены на русский язык. Век Возрождение. Кроме того, в 20-е годы известный поэт Рюри Кивнев, который, кстати, умер сравнительно недавно, в солидном возрасте, но недавно, тоже лет 15, уже прошло, перевел в 20-е годы одну из рассказов из этого сборника азиатские новеллы «Кандагарские любовники». И еще был переведен еще один рассказ его из этого же сборника под названием «Великий чародей». Габино происходил из графского рода, и очень гордился своим графским происхождением, хотя, на самом деле, род, как говорят исследователи, его не был таким уж древним, как он это изобразил. На всех титульных листах всех его книг написано, что он граф. Он происходил из этого, из довольно такой бедной, при этом, семьи захеревшей. И ему пришлось в молодости испытать всякого рода унижения, как ему казалось. то есть он работал на таких каких-то непрестижных, как мы сегодня сказали бы, работах. Потом он был дипломатом, одно время начальником канцелярии у Таквиля. И потом работал в дипломатических миссиях в разных странах, и в России в том числе, он тоже побывал. И он при этом не дослужился до ранга посла, а был только министром. Министр это что-то вроде атташе, так сказать, в тогдашней дипломатической табели о рангах. Ну, кстати, министр в переводе с латыни означает младший, в отличие от магистра, который означает старший. Так что, вы вот, магистры старше, а министры, а не младше. Так вот, Габино всю жизнь был обижен на современную эпоху, и главное, что ему в ней не нравилось, это идея равенства во всех ее воплощениях. ему не нравилось и классовое равенство, и любое другое. И идеи французской революции, которые это равенство провозгласили, ему французская революция соответственно очень не нравилась. И наоборот, эпоха, когда господствовало неравенство, и во главе, на вершине иерархии социальной стояли достойные, которые добились, не добивались этого в какой-то там конкурентной борьбе, а были лучшими от рождения, эта эпоха казалась ему идеальной, золотым веком. Поэтому он всю жизнь стремился найти подлинные иерархии, а внутри этих иерархий подлинные элиты. И поэтому для него настоящая элита, это не элита в современном буржуазном обществе, чье господство основано на деньгах и тому подобное, а настоящая элита на все времена. Вот это элитистское мировоззрение и привело его собственно к расово-антропологическому детерминисту. Он был человеком не бесталанным, и повторяю, хотя Анатоль Франц, который в тех же кругах вращался, что и Габино, он как-то написал, что мы знали, что он что-то пишет, но никто этого не читал. И это тоже, кстати, было предметом, тоже одним из источников обиды его на современный мир. Кроме того, надо сказать, что он занимался историческими исследованиями Востока, написал трактат о клинописях, увлекался скульптурой. И вот я видел фотографии этих скульптур, такие аллегорического, такого толка. Но все это не давало удовлетворения его такой, в общем, тщеславной натуре. Главное сочинение Габино, в которое он развивает свою расово-антропологическую теорию, социальную, называется «Опыт о неравенстве человеческих рас». «Опыт о неравенстве человеческих рас» в четырех томах. Первые два тома вышли в 1853 году, вторые два тома в 1855 году. И еще при жизни вышло второе издание в конце жизни. Причем, замечу, что он на родине, его идеи и эта работа получила известность и признание. И то, и другое пришло Габино в Германии, где его идеи были встречены с энтузиазмом Ницше и другими некоторыми теоретиками пан-германизма. Было образовано в начале века в Германии общество Габино, которое насчитывало уже даже к началу Первой мировой войны несколько сот членов. Вагнер тоже с интересом отнесся, а Вагнер, будучи выдающимся композитором, был в то же время весьма грустным человеком. Такое бывает. И Вагнер, который был одним из главных идеологов пан-германизма в конце 19 века, тоже обратил внимание на этот труд Габино. В эпоху Третьего Рейха выдержки из этого сочинения публиковались в антологиях по расовой проблематике. Хотя, конечно, нацисты препарировали его взгляды в нужном для себя направлении и интерпретировали определенным образом. Они не стали оставить в тени то, что он считал немцев еще более смешанной этнической группой, чем другие нации. И они оставили без внимания то, что Габино не был антисемитом, а наоборот подчеркивал выдающиеся достоинства еврейского народа. Но это не помешало им интерпретировать это в нужном для себя духе, так же, как они поступили с наследием Шиллера, Гёта и многих других, представив их как предшественников своих доктрин. Но любопытно еще и то, что последней книгой Габино была его собственная генеалогия, которая называлась «История Оттера Ярла, норвежского пирата, высадившегося в IX веке в Нормалье и его потомство». Так называлась книга, вышедшая в 881 году, за год до смерти, где он завершает свою родословную с собой и своей сестрой. И вот что любопытно, что сам Габино рассматривал эту генеалогию как завершение опыта о неравенстве человеческих рас. Хотя вроде бы тематически это разные вещи. Но он себя считал иллюстрацией, так сказать, и проявлением высшей категории такой расовой. Хотя генеалогия, опять-таки, как специалисты-историки исследовали, она, мягко выражаясь, далека от действительности. Он возводил свой род к этому пирату, который, к Норманну, который высадился в Нормандии в IX веке на французском берегу. И там вообще эта идея чистоты крови во Франции, я пишу в этом статье, она в то время была популярна во Франции в некоторых слоях. До него был такой историк Виктор Курте-де-Лиль, который развивал подобные идеи. Да и эти историки эпохи реставрации, Огистан-Тири и другие, исходили из того, что история Франции – это борьба между германцами и галлами. И все последующее под этим углом зрения рассматриваем. Ну, обратимся непосредственно к этому опыту. Габино начинает с того, что задается вопросом, которым задавались еще романтики, а именно, почему гибнут цивилизации? Цивилизации, которые когда-то были такими мощными, процветающими, и ничто, казалось бы, в эпоху их процветания не предвещало их гибель. И тем не менее, они погибали. Этим вопросом и Монте-Скея еще задавался, почему древние римляне погибли, так сказать, как общество, как государство и так далее. И вот, отвечая на этот вопрос, почему в смертной цивилизации Габиноя обращается к расовой проблематике. И, в общем, строить такую философско-историческую конструкцию, которая, упрощенно говоря, потому что 4 дома, там рассматриваются 10 цивилизаций. Вот, существуют три расы. Белая, высшая раса. Желтая, средняя занимает место в этой иерархии, черная, так называемая, низшая. Он указывает на то, что вроде бы каждая обладает своими достоинствами, но белая раса превосходит другие, прежде всего, в интеллекте. Черная превосходит в области художественного, художественных дарований. Поэтому, говорит он, везде, где есть художественное начало, там присутствует черная раса. Ну и, казалось бы, он мог бы прийти к релятивизму, такому в оценке достоинств различных рас. Одни выше в одном отношении, другие выше в другом. Но этого у него не происходит. Для него главный критерий места в расовой иерархии – это интеллект. А поскольку белая раса, она, во-первых, интеллектуально выше, во-вторых, активней. И понятие активность тоже было тогда и в Германии, в работах Густава Клемма, известного в своем время философа. Это понятие было популярным. Вот по стольку белая раса и занимает высшее место. И вот, что вы говорите? Интересно, а чем желтая раса превосходит остальной? Про белую и черную схватку? Ну, она средней степенью интеллекта, потому что обладает меньшим уровнем интеллекта, чем белая раса, но более высоким, чем черная. С интеллектом понятно. Вот вы сказали, что белая раса превосходит других в интеллекте, черная в художественном трава. В художественном. А в чем превосходит, как-то мне не попадалось, чтобы он какие-то превосходства в чем-то указывал. Просто она выше в интеллекте, чем черная. Ну, может быть, я здесь неправильно выразился, что он находит в каждой расе свои достоинства. Просто насчет художественного элемента в черной расе это он акцентирует. Насчет желтой я что-то не припомню, чтобы он выделял какое-то специфическое достоинство, в котором бы она превосходила другие. Но просто она выше в интеллекте. Так вот, он прослеживает 10 цивилизаций и их историю. И доказывает, что все эти 10 цивилизаций, включая китайскую, созданы с участием белой расы. Согласно Габину, смешение рас при обязательном участии белой расы, это источник развития цивилизаций. Но поскольку эти смешения не могут остановиться на определенном этапе, они продолжаются, то они, эта же причина смешения, приводит цивилизации к деградации и к гибели, и к депопуляции тоже. Поэтому он прогнозирует, что наступит такой момент, когда земля обезлюдает, и такие отдельные, такие немногочисленные стада таких деградировавших людей будут бродить по земле, как какие-то такие животные, полуживотные. И вот это, согласно Габину, вот такова трагическая диалектика истории, что смешение необходимый элемент развития цивилизации, но оно же и источник их вырождения. Надо сказать, что при этом Габину склонен выявлять всякого рода преимущества и недостатки и внутри этих рас всяких. Он там утверждает, что вот очень так решительно, что там, допустим, я точно не помню, но что у англичан самый крепкий удар кулака, там, что, значит, испанцы красивее, там, французов, ну и так далее. Какие-то такие смешные утверждения. Причем интересно, что когда он написал этот трактат, он еще нигде особенно и не побывал, и он, собственно, живых, собственно, черных и желтых почти не видел, что тоже любопытно. Габину был пессимистом и фаталистом, он считал, что сделать против этого ничего нельзя, поэтому никаких, собственно, практических мер он не предлагал. Но ему предсказывал Токвиль, который, кстати, был с точки зрения происхождения ничуть не менее знатным, чем Габиной, если не более, и плюс он был большим начальником, но он был сторонником идеи равенства. Так вот, в одном из писем Токвиль писал ему, вы ничего не предлагаете практического, но помяните мое слово, ваши идеи в свое время будут использоваться для практических целей. И он даже указывал, что в США там есть в рабстве темнокожие, и будут операции указывать на ваши эти постулаты, довольно сомнительные, для обоснования того, что негров нужно держать в рабстве. Вот любопытно, что Токвиль, подчеркивая, что расы неравноценны, в то же время подчеркивает, что различные цивилизации равноценны, и что их нельзя выстраивать в некий такой, выстраивать на некой лестнице прогресса. Все цивилизации равноценны, и в этом смысле Габино культурный релятивист, в отличие от многих сторонников идей прогресса. И это определило его антиколониалистскую позицию. Габино был противником колониализма, потому что считал, что колониализм, он вреден прежде всего для самих колонизаторов, и считал, что нечего европейским странам заниматься колонизацией других регионов. Он отрицал миссионерство и цивилизующую роль христианства, потому что считал, что невозможно все равно привить христианство другим расам. Повторю, что элитизм имеет сквозное значение в его философии и истории, и он обусловил все его, все остальное, в том числе и расовый детерминизм. Но, повторяю, интересно, и это нетипично для представителей такого рода направления, это то, что он был противником колониализма и был культурным релятивистом. Он даже полемизировал, говорил, мы не понимаем, мы считаем, что вот, например, азиатские культуры, из-за того, что они не похожи на нашу, что они якобы ниже нашей, европейской. На самом деле это не так. И он первым еще до Шпенглера и до Данилевского, я подчеркиваю, это не все знают, подчеркивал неизбежность заката Европы и гибель Европы и так далее. Габино или как? А? Габино? Габино, Габино. Он был одним из первых теоретиков массового общества. Согласно Габино, вот эти смешения приводят к тому, что не основная масса подтягивается до высших, а наоборот, лучший благородный элемент растворяется в низшем и исчезает в результате этих смешений. И повторяю, здесь очень интересно проследить тоже влияние Габино на возможно и на Данилевского, который тоже рассматривает 10 цивилизаций, и на Шпенглера. Но это предмет отдельного исследования. Любопытно, что хотя Габино апеллирует к авторитету науки и называет свою теорию моральной геологией, на самом деле это романтико-мифологическая такая интерпретация истории. Такую же романтико-мифологическую интерпретацию мы находим у Хаустона Чемберлена, Английского историка, если его только можно назвать историком, в годы его жизни 1855-1927. Хотя Чемберлен был англичанином и принадлежал к аристократическому роду английскому, он жутко ненавидел родную Англию и был германофилом. Повторите, как называют Габино свою теорию? Моральной геологии, моральная геология. Ну, повторяю, эта оболочка такая сцентистная, на самом деле скрывает в себе такую мифологическую интерпретацию. Ничего такого рационалистического в его теории на самом деле не было. Он даже, а он и прямо писал иногда, что лучшие умы, они могут обходиться без логики. Пусть это там низшие как-то на нее опираются, а лучше он и так истину может познать. Хотя, повторяю, апеллировал иногда к науке. Также и у Ницше, кстати, было. Ницше увязывал идею объективной истины, как социолог познания своего рода с идеей демократии. Потому что именно демократия привела к тому, что есть некая истина универсальная, истина для всех и истина обо всем. А там, где нет демократии, где аристократические формы правления, там и не может быть никакой объективной истины. Вот одна истина для высших, другая для других. Так вот, Чемберлин, он настолько ненавидел родную Англию, что уехал из нее и поселился в Германии, в Байрейте, женился на дочери Вагнера. И во время Третьего Рейха был провоклашен народным мыслителем. Вот у нас народные артисты были, а в Германии нацистские были народные мыслители. Такой титул. Была книга некой В. Мейера, 30-е годы, которая называлась, так и называлась, Чемберлин, Альцфельтешерденкер, как народный мыслитель. Во время Первой мировой войны Чемберлин резко осуждал страны Антанты, в том числе и Англию, за то, что они так плохо отнеслись к бедной Германии. И насколько несправедлива была их позиция, доказывал все время. Основной труд или трактат Чемберлина называется «Основой 19-го столетия», 1899 год. Наивысшее достижение Европы, достижение истории Европы по Чемберлину, это создание тевтонской, так называемой, культуры, которую он называл самой высокой из культуры. И вот эта так называемая тевтонская раса, наследница арийской расы, и он призывал возродить дух этой арийской расы. Вообще, миф об арийцах в 19-м веке получил широкое распространение с тем, чтобы в 20-м уже достичь апогея. Особенно в Германии он укоренился. Надо сказать, что даже среди представителей самой этой школы, или этого направления мышления, даже среди представителей этого направления работы Чемберлина воспринимались иронические и критические, потому что это был разгул ничем не сдерживаемый, фантазии, всерьез воспринимать это как исторический трактат никто никогда, даже при всем желании, не мог. Вот уже более серьезное такое направление внутри этого была так называемая антропосоциология. И вот антропосоциология это были все-таки уже антропологи, те, кто исследовал, проводил исследования антропометрические и статистические среди больших масс населения. Главными представителями антропосоциологии были да, когда я говорил о Чемберлине, не путайте, пожалуйста, с Чемберленом, известным государственным деятелем. Английским. Так вот, антропосоциологи, главные представители это Жорж Вашега-Ля-Пуж и Ота-Аман. Ля-Пуж французский социолог и антрополог Аман немец. Собственно, эти два теоретика опирались прежде всего на понятие головного указателя. понятие головной указатель было внедрено в науку шведским анатомом Рецусом в сороковые годы девятнадцатого века. Что такое головной указатель? Головной указатель это отношение наибольшей ширины головы к ее наибольшей длине. таким образом на основании вот этого величины головного указателя проводится в антропологии и в антропометрии деление на долих окефалов и брахи окефалов или длинноголовых и круглоголовых. И вот согласно этой точке зрения долих окефал длинноголовый это высший тип антропологический а брахи кефал наоборот низший. И вот антропосоциологи исследовали проводили статистика антропометрический анализ головного указателя и обнаруживали например что в низших слоях больше брахи кефалов среди деревенских жителей больше брахи кефалов чем среди городских и так далее. Ля Пуш утверждал что предмет антропосоциологии как особой дисциплины это исследование взаимодействия расы и социальной среды. Ля Пуш испытал влияние социального дарвинизма и различал шесть основных форм социального отбора. Социальный отбор делится на военный политический религиозный моральный правовой экономический отбор. Ну и плюс к этому еще существует так называемый систематический отбор. То есть то что можно было бы назвать искусственным отбором в отличие от предыдущих форм естественного отбора. И вот все эти формы отбора кроме систематического который происходит естественным спонтанным образом он считал пагубными для общественного развития потому что уменьшается доля белокурых долих экифалов населения в результате всех этих отборов. И это внушало ему жуткий пессимизм. Он в отличие от социальтарвинистов таких как Самнер например которые считали или тот же Спенсер которые считали что в общем естественный отбор ведет к позитивным в эволюционном смысле результата. Ля Пуш считал наоборот что происходит постоянная деградация все эти формы отбора приводят к тому что происходит социальная деградация в результате военного отбора в результате войн гибнут лучшие политический отбор тоже постоянно наиболее независимые умы и уменьшается в результате политической борьбы религиозной тоже поскольку у католиков целебат духовенства наступает происходит так что уменьшается число самых таких толковых представителей духовенства ну и так далее закон эпох по Ля Пужу состоит в том что головной указатель имеет тенденцию к постоянному и повсеместному росту и это повторяю констатация служила для Ля Пужа источником пессимизма исторического Ля Пуж стремился установить связь между величиной головного указателя и классовой принадлежностью то есть чем выше головной указатель тем ниже место в социальной иерархии и наоборот то же самое Аман он проводил исследования среди студентов рекрутов мерил головы и тоже находил что вот такая грустная картина с головным указателем вот эта идея о том что высший тип антропологически это пелокурый длинноголовый так сказать пелокурый долихо кефал она вошла в идеологический арсенал третьего рейха и провозглашен был высшим расовый тип именно этот но парадокс состоит в том что как назло в гитлеровской верхушке довольно много было маленьких черноголовых бракикифалов и народ взять какой-нибудь гельбиса который был явно далек от белокурого долиха кефала тем более высокого рост так вот поэтому нацистские идеологи оказывались в довольно затруднительном положении потому что надо было как-то согласовать это с доктриной ну как это всегда в такого рода системах приходилось как-то находить какие-то обоснования и поэтому еще у ляпужа а потом и у других пришлось вводить понятие ложный бракикифал то есть это уже приобретало совершенно идиотский вид потому что по принципу не верь глазам своим значит человек видел и по всем объективным характеристикам это был бракикифал и явно не белокурый а нужно было понимать его при определенных обстоятельствах все-таки как долика кефала причем белокуро и как это всегда в такого рода доктринах бывает понятие это приобретало чисто символическое значение ну и наконец нужно упомянуть Людвига Ультмана тоже любопытная фигура то есть как социолог он был в общем ничтожное значение имели его воззрение но он был очень плодовит несмотря на то что он прожил всего 36 лет и утонул купаясь в Генуэзском заливе он успел написать довольно много плохих книг и вот часть этих книг есть в русском переводе Вольтман как я уже сказал может считаться первым национал-социалистом и он пытался соединить идеи социализма расово-антропологической школы социального дарвинизма и пан-германизма в отличие от Аммана и Ля Пужа он его расизм носил этнический характер и он не стремился выявить связь между социально-классовой иерархией и расово-антропологической принадлежностью он был сторонником равенства идеи в социалистическом смысле но в своих исторических трудах он стремился везде доказать что Германия призвано править всем миром что все выдающиеся люди в истории Европы выдающиеся деятели европейской культуры на самом деле были немцами начиная от Данте и Микеланджело что все они были немцы якобы и он находил и Джордана Бруно и так далее он везде старался находить какие-то немецкие корни у них но у нас тоже много есть таких людей которые постоянно ищут корни но корни самые большие корни у хрена а и у пшеницы которая как раз хлеб всему голова говорится я надеюсь прочитать как-нибудь я написал когда-то такой этюд иронически опубликовал в которой я эту метафору корней стараюсь поработать с ней чтобы показать что все-таки истина состоит в том что не по корням их узнаете их говорится в Библии а по плодам их узнаете и вот это важно а корни вещь конечно хорошая но только не по корням все-таки судят о достоинствах человека а по плодам вот надо еще здесь упомянуть в этой связи о работах Фрэнсиса Гальтона известного ученого твою родного брата Чарльза Дарвина который хотя и не был собственно социологом но который оказал определенное влияние на такой вот тип мышления связанные с расово-антропологическим детерминизмом и главное с ролью биологической наследственности Гальтон опубликовал знаменитую книгу наследственных гений которая в русском переводе вышла под названием тогда же под названием наследственность таланта Гальтон проанализировал родословные двухсот выдающихся людей Англии судей врачей политических деятелей и так далее и нашел что у всех у них были выдающиеся предки таким образом он стремился доказать что биологическая наследственность играет определяющую роль но он не учел что чисто методологически он совершил ошибку он не отделил социальную наследственность от биологической и этот критерий репутации которую он выделил на самом деле он иногда означает не выдающиеся способности а иногда наоборот многие часто таланты не могут проявиться вследствие социальной иерархии определенной социальной институциональной структуры при этом то что способности талант носят наследственный характер это бесспорно и здесь нет проблемы проблема только в том что те кто находится на вершине социальной иерархии это совсем не обязательно самые способные люди и наоборот вот это ошибочная методология и привела его к таким выводам что на вершине находится якобы самые способные хотя сам гальтон был человеком выдающимся он создал евгенику науку которая в общем нужна и только что она была дискредитирована нацистами речь идет о том что гальтон обратил внимание на то что мы должны думать о качестве потомства и такая наука как медицинская генетика сегодня она как раз этими занимается под влиянием гальтона были созданы и в генические лаборатории и в Англии и в других странах и в СССР было еще до 20-х годов в России и потом в СССР евгеническое движение в котором участвовали выдающиеся ученые генетики Филипченко Кольцов и многие другие ну а затем в связи с тем что генетику у нас закрыли запретили и эти лаборатории тоже закрыли и евгеническое общество было закрыто конечно евгеническое движение было повторяю дискредитировано нацистами в значительной мере но само по себе это направление исследований и практической деятельности чрезвычайно важно потому что впоследствии повторяю эта проблематика перешла к медицинской генетике сегодня к сожалению у нас положение довольно тяжелое потому что в силу разных обстоятельств социального и другого свойства потомства к сожалению не всегда много больных детей не успевают строить школы специальные для детей со всякого рода патологиями поэтому сама по себе проблема мы должны думать над качеством потомства и в моральном и в физическом и во всяком другом смыслах это очевидно но сам он Гальтон также был выдающимся географом он придумал дактилоскопию снятие отпечатков пальцев он придумал многие приборы морские и сам он кстати был конечно человеком выдающимся в частности сохранилось он был вундеркиндом и в два с половиной года сохранилось письмо которое он написал своей 16-летней сестре в два с половиной года где он пишет дорогая Мэри мне два с половиной года но я умею уже читать писать и смотреть на часы он был живым так сказать подтверждением способностей вообще надо сказать что то что повторяю таланты способности генетически обусловлены это очевидно вопрос только в том насколько социальные условия способствуют проявлению этих талантов или наоборот препятствуют их проявлению насколько социальные иерархии выражают естественную иерархию способностей или наоборот препятствуют это все очень важно например известно что пять выдающихся деятелей немецкой культуры а именно Шиллинг Гегель Шиллер Гельберлин и Макс Планк все происходили от одного человека который жил в 17 веке то есть они все были родственники но этот человек был не какой-нибудь выдающийся судья это был обыкновенный ремесленник известное его имя поэтому выводы Гальтона были ошибочны в этом отношении потому что так вот если во времена тех в 17 веке этому ремесленнику сказали ну что ты там что ты из себя представляешь и нечего тебе там как-то это куда-то выдвигаться но именно этот человек дал миру в конечном счете вот этих таких вот знаменитых родственничков а повторите еще раз замечательно Шилинг Гегель Макс Планк вы знаете что Лев Толстой и Пушкин тоже были родственники да да ну то есть я не белок сказать значит я оценивая в целом это направление я хочу сказать что это направление интересно не столько как стимулятор гипотез идей и тому подобное сколько как интереснейший объект изучения для социолога из социально-психологической точки зрения потому что такого рода теории обычно разрабатывают специфические люди со специфическим типом личности тот же Габино писал доносы на своих сотрудников посольств он это интересный феномен и он интересно интересен именно повторяя как объект изучения конечно это не отрицает того что необходимо изучать взаимодействие биологических и социокультурных факторов вопрос только в том как это изучается и вопрос в том чтобы не сводить социокультурные факторы к факторам биологического характера и не профанировать социологическое мышление в каком-то смысле это направление выступало как антисоциология и потому что сводило социальные и культурные факты к игре кровей к взаимодействию всякого рода генетических и расово-антропологических фактов к сожалению у нас подобные идеи присутствуют хотя в социологии никто в мире всерьез не воспринимает и сегодня нет таких в общем практически то есть более-менее серьезных социологов эти идеи конечно всерьез не воспринимает но у нас например в псевдоисторической науке и в околохудожественном сознании в некоторых теориях присутствуют идеи расово-антропологической школы и они присутствуют и в работах Гумилёва Льва Николаевича при всем том что он конечно был человеком интересным талантливым и все такое но его идеи на самом деле хотя он всячески от этого всегда открещивался но по сути то все равно теория этноса трактуем и вот таким образом это повторение на самом деле идей 19 века историки те кто хорошо знаком с историческими фактами говорят что он склонен был к фантазмам немного из того что он там написал ну некоторые это просто бред это и там про космическую тугу и прочее это я просто не беру но то что даже относится собственно к истории там много вымышленного а что касается теорий так называемого теории этноса то это повторение повторяю идеи расово-антропологической школы в сочетании с идеями географической школы и с идеями Шпенглера Берксона и так далее только они это правда у них это было раньше и более интересно на мой взгляд но для тех кто Рацеля не читал так для тех конечно Гумилев пророк но и надо учить что большой интерес Гумилеву был вызван тем что наши люди кроме марксизма тогда ничего не читали и для них его эти работы выглядели каким-то новым словом и пророческими но для тех кто был знаком с этим для тех с самого начала это конечно всерьез не воспринималось но как и следовало ожидать сейчас уже интерес к этим теориям пассионарии пассионарности и прочее он падает что вполне естественно потому что повторяю всерьез в мире нигде в науке это не воспринимается и это естественно у нас повторяю во многих таких вот некоторых полупублицистических полуисторических трудах часто встречаются идеи расов антропологической школы хотя повторяю они сами это отрицают но по существу это так когда заведомо смешение рассматривается как вредный элемент у Гумилёва это называется химеры у Шпенгера это называлось псевдоморфоз он повторил идею псевдоморфоза у Шпенгера это тоже идея весьма сомнительная и проблематичная ну и так далее но я думаю что если наука будет нормально развиваться то такого рода идеи да и вообще провозглашение этноса главным субъектом исторического процесса идея ложная потому что главные субъекты исторического процесса не этносы а общество и мы с вами социологи это знаем лучше чем кто бы то ни было если же все-таки этнические группы становятся такими субъектами это значит что они поступают в роли обществ но это все равно именно в качестве общества они являются субъектами и хотя Гумилев так же как и Габинов в свое время всячески подчеркивал что чистых этносов не бывает и никто их никогда не видел это так и есть и Габинов в свое время то же самое говорил что не мешало ему опять рассуждать про все эти дела так и с Гумилевым это все повторяется для того чтобы как раз не идти по кругу вновь ложным путем и нужно изучать я думаю подобные теории с этой точки зрения они чрезвычайно полезны А вы не уточните у кого в нем заинствовал теорию профессиональности может быть других терминов но как бы смысл не Анри Бергсон было такое направление под названием философия жизни значит Анри Бергсон один из число представителей этой философии жизни относились Вильгельм Дельтей Ницше и Бергсон так вот Бергсон разработал понятие жизненный порыв так вот этот так называем пассионарность я уж не говорю о Долоресе Барури пассионарии которая когда-то в советские времена и когда я был школьником она была ее прозвали пассионария за то что она боролась с испанским этим нацифашизм так вот понятие жизненный порыв это и есть то самое плюс были еще подобные идеи вот у того же Густава Клемма которого я упоминал в 19 веке я не хочу сказать заимствовал что он прямо взял списал но он он был человеком образованным и многие вещи которые вторичны вот та же идея псевдоморфоза у Шпенглера которую он называет химеры трактовка этносов как расов антропологических групп как природных образований это и есть расово-антропологический детерминизм ну и географическая школа в социологии это идея того же Рацеля о котором я говорил Риттера многих других выдающихся ученых которые часто комбинировали вот такой этнический детерминизм с географическим Рацель создал дисциплину народоведения фельдкер кунде и вот эта теория этносов термин этнос был широкогорован разрабатывался в 20-е годы потом его стал разрабатывать наш академик Брамлея потом Гумилев стал оспаривать что вот он у него якобы там все это не очень на мой взгляд серьезно если есть еще вопросы то пожалуйста нет тогда всего вам хорошего до сих пор